Приветствую, друзья, на библейском портале «Экзегет» ответы на ваши вопросы. Грех ли не быть патриотом? Вроде бы мы граждане неба, но не космополиты. Вроде бы мы призваны не земному царствию, но небесному служить и искать его. Да приидет царствие твое, як на небеси и на земли. Но при этом клятва преступниками, отрекшимися от своего обета верности государю, участь не завидная. Каковы же корни патриотизма? Несомненно, видим мы, кто православный, тот и патриот. Видим мы, кто любит Господа и Церковь его, тот и нашу Родину любит. И не предает ее, и не продает. Откуда такая взаимосвязь? Тогда, как человек, сохраняющий за собой свободу религиозного самоопределения, тот очень часто и в отношении матушки России чувствует себя достаточно независимым. И ее интересы, самого народа, страны, государства, не воспринимаются им, как свои собственные. Отчего так? Вероятно, потому что в России путь особый. И быть чадом Русской Православной Церкви, и быть сыном земли нашей, нечто общее, вера Христова, вера православная, создала наш народ, взрастила его, берегла его. Даже тогда, когда вера была гонима, именно дух любви, именно инерция, остающаяся в народе уже обманутым, властями безбожными, а все равно создавала, воспитывала, напечатлевала особых людей, героических, непобедимых, верных Родине, даже до смерти. И узнаем мы в любви к России на примере тех, кто носителями этой любви является исполнение заповедей Христовых. И кому оброк-оброк, кому честь-честь, Бога бойтесь, царя чтите. Мы узнаем исполнение заповеди апостола Павла в послании к своему ученику апостолу Тимофею. Кто о своих, особенно о домашних, не печется, тот оставил веру и хуже язычник. Это удивляет при первой встрече с таким определением апостола тех, кто считает себя вполне свободным от национального или государственного пристрастия, чувствуя себя человеком мира или, как говорил бродяга Лука в пьесе Максима Горького «На дне, где старичку тепло, там и Родина». А где и вкусно, и кучеряво, и скоростно, и разнообразно, и стильно, там гораздо привлекательнее, чем родные пепелища и отеческие гробы, на которых не всегда царит праздник и веселье, а иногда и скорбь, и труд. Очевидно, что душа, исцеляющаяся покаянием и врачуемая Божьей благодатью, душа, живущая церковной жизнью, несомненно, в число великих Господних благодеяний заключает для себя наличие нашего Отечества, которое и сегодня остается как твердыня, как скала посреди океана, среди бушующих волн всякого растления и отступления от веры Христовой, от благочестия, когда мир погружается в обещанное Иоанну Богослову в откровении состояние оскудения любви по причине умножения беззаконий в Евангелии от Матфея. Эти слова Господь доносит до нас. Среди всего этого современного неустройства остается Россия с ее верой, с ее духом, с ее церковью, которая, являясь вселенской, ибо церковь призывает всех людей к ней принадлежать по местной церкви, не представляют враждебных или отчужденных друг от друга формирований, они вместе составляют единое тело Христова, глава которого сам Христос, но, тем не менее, именно в рамках своей поместной церкви, тесно связанной с нашим Отечеством, вне зависимости даже от того, сколь просвещены верой или не вполне или вовсе ей противятся ее правители, остается она для верных чад Русской Православной Церкви, своей Родиной, беречь которую, защищать которую, молиться о которой, служить которой, составляет их духовную потребность. религиозное чувство ко Господу имеет своим продолжением эту же благоговейную любовь к Родине и к народу ее, по преимуществу к ее православному народу, о котором мы и молимся всегда за божественной литургией, но и ко всем тем, кто составляет ее многонациональное сообщество. Так что отсутствие патриотизма, склонность к измене, к предательству, к неверности своей Родины бывает, поставляет человека очень близко и клятва преступничества в отношении своей веры. Это не для всех понятно, но в реальности именно так очень часто и обнаруживается. И наше жительство на небесах тем не менее достигается жизнью в конкретном семействе, в конкретном роде, в конкретной традиции, которая, будучи оберегаема, служит не только к спасению самого участника этого благочестивого и традиционного жительства, но и к продолжению в будущие века существования нашей страны, нашего Отечества. Потому ответственность неверного стране человека не только за себя, но и за свое потомство. И, напротив, честь и слава верного сына России не только по причине его собственных заслуг и его единства и служения своим современникам, но и последующим поколениям, которым надлежит передать и ту духовную традицию, которая присуща нам, и то национальное достоинство, которое, ограждая нашу страну, делает ее сильной и способной взращивать для Царства Небесного своих верноподданных. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры Субтитры Продолжение следует...